Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать все, что не успеет. Привет, ребята! А у вас есть лучший друг? А какой он? Сегодня Полина Артюшенко и Мирослава Трояновская расскажут вам пару секретов настоящей дружбы. Интересно? Тогда идемте со мной. Полина, а что ты там срываешь? Пока сама о них не знаю. Не ешь один в присутствии ребят. Привет, мои хорошие! Простите, что вас перебило. Полинка, привет! Здравствуйте! Что вы здесь делаете? Да вот Полина нашла листочки, а пока мы не разобрались. Что там написано, не знаете? А начали уже читать? Полина? Да. Так, и что же там было написано? Ну-ка, давайте-ка разберемся. Не ешь один в присутствии других ребят. Если же ты все-таки начал есть, то обязательно предложи друзьям. А что это такое? Как вы думаете? Что это такое? Это правило дружбы. Правильно, это правило дружбы. Совершенно верно. А вы хотите сегодня узнать все правила дружбы? Да. Ведь дружить на самом деле это не так-то просто. Надо знать еще и правила. Вы согласны? Да. Давайте-ка еще раз прочитаем это правило. Хорошо? Не ешь один в присутствии других ребят. Если же ты все-таки начал есть, то обязательно предложи друзьям. Если вдруг нам мама положила в сумочку яблочко, вы хотите его съесть, вы будете предлагать это яблочко друзьям своим, знакомым? Да. Кто хочет, например, я хочу с вами поделиться. Или пряники, или конфеты. Будете делиться? Да. Да? Я всегда, если что-то достаю из сумочки, например, конфеты, я всегда говорю, кто будет? Хотите конфету? Правильно я делаю? Да. Правильно. Ну-ка, давайте-ка второе правило. Старайтесь не ссориться с друзьями, не спорьте по пустякам, не зазнавайся, если у тебя получается что-то лучше, чем у них. Как вы думаете, спорить интересно вообще? Нет. Вот если так разобраться. А спорить это хорошо? Нет. А если у вас что-то получается лучше, чем у вашего друга? Полина, как ты будешь себя вести? Я бы научила своего друга так делать. Да, чтобы он тоже это умел делать хорошо, правда? Вот когда я и свистела, Милана тоже захотела научиться свистеть, и она тоже теперь свистит. Тоже свистит? Теперь вы два свистуна вместе свистите, да? Это очень хорошо. Молодцы. А давайте-ка еще разберемся. Не завидуй товарищам. Нужно уметь радоваться их успехам. Если подруга лучше танцует, мы будем завидовать. Мирослава, будешь завидовать? Нет. Нет. А как ты отнесешься к этому? Вот она лучше танцует. А ты что сделаешь? Я попрошу, чтобы она меня научила тоже. Либо, например, скажешь, Полина, ты хорошо танцуешь, а я хорошо рисую. Например, да? У каждого есть свои плюсы и минусы, правда? Да. Вот я хорошо рисую. Да. А ты что хорошо делаешь, Мирослава? Я хорошо рисую. Я научила Ксюшу рисовать розочки. Вот, видишь, какая ты молодец. Это настоящая дружба. А еще одно правило. Если ты поступил плохо, не стесняйся в этом признаться и исправиться. Вот свои ошибки нужно признавать? Да. Вот плохо поступили. Что будем делать? Не надо скрывать. Если ты будешь долго это скрывать, то родители разозлятся. А если нет, сразу скажешь, что они тебя простят. Ну, это с родителями, если взять, да? А вот если взять друзей, подругу свою, например, и вот вы поступили плохо, вот где-то плохо с ней поступили, вы признаетесь в этом? Да. Или постараетесь скрыть? Ну, рассказывайте, хитрюшки. Мне кажется, что лучше всего это всегда говорить правду. Мирослава, а прочти, пожалуйста, еще одно правило. Ну-ка. Научись принимать помощь, советы и замечания от других ребят. Так, а что скажете по этому поводу? Вы принимаете советы от других ребят? Угу. Если они говорят, Полина, сделай вот это лучше. Принимаешь советы, Полинка? Да. А было такое когда-нибудь у вас? Мирослава, было? Да. Ну, друзья же раздают советы, правильно? Например, Мирослава, смотри аккуратно, не споткнись, смотри под ноги. Ты эти советы слушаешь? Да. Будешь смотреть лучше? Да, правильно. Ну-ка, давайте-ка следующее. Никогда не груби своим товарищам, не повышая на них голос. Ну-ка, рассказывайте. Было когда-нибудь такое или нет? Нет. Никогда не кричали, не грубили своим друзьям? Нет. Никогда, никогда и не спорили? И не ссорились? Нет. Ну, это настоящая дружба, значит, вы хорошо знаете правила дружбы. А, мне соседние дружбы. Мне не с кем дружить. А давай мы с тобой будем дружить? Давай. Давай. Мирослава, давай будем лучшими подругами с Полиной? Давай? Да. Вы согласны? Да. Где ваши пальчики? Давайте. Подружки, 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 подружки. А вот для того, чтобы нам дружить и не ссориться, то мы должны знать что? Правила? Дружбы. Дружбы. Ну-ка, давайте-ка так. Смотрите. Если бы я поступила так с вами, не забывай здороваться со всеми своими друзьями. Вот я зашла и не поздоровалась с вами. Я настоящий друг? Нет. Нет. Что говорят друзья при встрече? Здравствуйте или привет. Или привет. Так. А еще что делают друзья? Могут обнять? Да. Могут. Можно в щечку чмокнуть. Да, совершенно верно. Можно даже в щечку чмокнуть. Друзья здороваются абсолютно разными способами. Ну-ка, давай, Мирослава, следующее правило прочитаем. Не давай им прозвищ. И дальше, что у нас? Не пытайся унизить. Это обидно. Вот красиво давать прозвище. Что такое прозвище? Прозвище – это когда человек обозвольны приятными словами. Ну да. Например, фамилия какая может быть? Курочкина. Да? И все. Ой, курица, курица, курочка, курочка. Красиво это? Нет. Нет. Может быть, это где-то и смешно вначале, да, Мирослава, ты улыбнулась? Может, да. А человеку обидно? Да. Да, обидно. Если товарищ попал в беду, помоги ему, чем сможешь. Если вдруг в беде товарищ, что мы сделаем? Например, упал наш друг. Что сделаем? Поможем ему встать или вызовем скорую помощь, чтобы ему ножку или ручку упали. Ой, ты моя заяшка, конечно, совершенно верно. А лучше всего подать руку, как говорят, руку помощи, да? Сказать, вставай, все хорошо, не плачь, я тебе помогу. А если уже совсем ему больно, то заведем его домой. Давайте следующее правило. Говори другу правду в глаза. Если он в чем-то не прав, скажи ему об этом. Либо похвали, когда он совершил хороший поступок. Да? И остановить товарища, если он делает что-то плохое. Вот, например, ваш друг затеял такую ситуацию. Он захотел подложить учительнице кнопку на стульчик. Что вы сделаете? Остановите его или нет? Да. Так, как вы остановите его? Уберем кнопку. Так, а другу что скажем? Что так делать нельзя. Так делать нельзя. Со старшими поступать, а тем более с учителем. Это некрасиво, правда? Так, давайте следующее. Будь обязательным. Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими вещами аккуратно. И не забудь возвратить их вовремя. Было ли у вас когда-нибудь такое? Вот я у подруги взяла книгу. Я с этой книгой обращалась очень аккуратно. То есть я настолько аккуратно с ней обращалась, потому что это что? Чужое, да? Это чужая вещь. И вернула потом в том же состоянии. У вас было когда-нибудь такое? Я всегда беру в свои игрушки детский садик. Маленькие куголки, мячики, шарики, скакал. Вот, и вы играете вместе с детьми? Ты делишься? Ну, я детям прилагаю, чтобы они со мной поиграли. Кто согласится, кто нет. Вот, молодцы. Но не соглашаются, берут вещи. И потом самое главное, чтобы они вернули их что? Чистыми, аккуратными, в таком же состоянии. Да? Мы с ними играли. Да? Это очень хорошо играть вместе. Это настоящая дружба. Мне такая дружба не понравилась. Когда мы играли, пришел мальчик, и он мне сломал куку. Вот видите? А это как раз таки относится к этому правилу. Если ты взял игрушку, то должен такую же игрушку и вернуть. Совершенно верно. Значит, этот мальчик не знает правила дружбы. Ну-ка, давайте следующее. Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся поскорее простить ему свою обиду и помириться. Не злись. Вообще злиться это хорошо? Нет. Нет. Вы злитесь когда-нибудь? Я вот, если честно, злюсь иногда. Вот у меня бывает. Могу разлиться. Я иногда злюсь. Да, давайте честно вот прям признаемся. Да, можно разозлиться там и даже прям хорошо разозлиться. Но самое главное потом что? Простить. Да. Самое главное потом, после того, как мы разозлились, войти в свое нормальное состояние и снова стать хорошими и добрыми. Правда? Да. Так, если твой друг попросил у тебя что-либо, никогда не жадничай. Дай ему. Всегда делись с друзьями тем, что у тебя есть. Это последнее правило. Хорошее правило, правда? Вы делитесь с друзьями? Да. Вярослава, ты делишься с другом своим? Делишься? Да. Что он тебе просит? Вярослава, дай мне, например, жвачку. Есть такое? Да. Ты даешь ему жвачку? Да. А он с тобой делится? Иногда. Иногда? А иногда жадничаешь? Да. Так вот, придешь к другу и скажешь ему, а ты знаешь, что у нас есть такое правило дружбы? Что не следует жадничать, а нужно делиться. Хорошее правило? Да. Хорошее. Так, Полина, я так думаю, что мы все правила с Мирославой выполним и будем с тобой настоящими лучшими подругами. Ты согласна? Угу. Будем следить за собой. Да. Будем следить за правилами дружбы. Да. Да? Будем их выполнять? Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok